Депутаты Можилиса парламента во втором чтении одобрили проект Кодекса о недрах и недропользовании. Новый документ создаст благоприятные правовые условия для перехода нашей страны на новый уровень программы третьей модернизации Казахстана. Значение же Кодекса о недрах и недропользовании прежде всего в том, что с его принятием впервые все нормы, регулирующие отношения в сфере недропользования, аккумулированные в одном законодательном акте. Тем самым, на наш взгляд, будут созданы условия для повышения эффективности добывающих секторов экономики, условия как для самих недропользователей, так и для инвесторов. Также депутаты сегодня одобрили поправки в законопроект о земельных отношениях. В прошлом году документ вызвал много споров в части аренды казахстанской земли иностранцами. Внесенные поправки запрещают выдавать землю в пограничной зоне. Также людям, не имеющим казахстанского гражданства и нашим соотечественникам, состоящим в браке с иностранцами, будет отказано в выдаче земли. Моратория распространяется и на совместные предприятия, которые имеют в уставном капитале долю иностранного участия. На заседании Мажелесменов интересовал вопрос потребности сельского населения в пастбищах. В частности, механизмы изъятия земель для пастбища вокруг населенных сельских пунктов, который предусматривается поправками в действующий земельный кодекс. По предварительным расчетам, потребность в пастбищах для ЛПХ составляет порядка 27 миллионов гектаров. Во-вторых, для того, чтобы решить данную проблему, в законопроекте предусматривается норма предоставить право Акиматам для изъятия тех или иных пастбищ или тех или иных сельхоземель, которые пригодны для пастбищ, относить это изъятие к госнуждам. Продолжение следует...